Окси Мирона Друзья, многие не знали, что в Макдоналдсе есть купоны, которые сливают сотрудники И по ним можно получить Биг Мак за 3 рубля, картошку за рубль и куча всего на халяву Это все слили в телеграм-канал По Блату, ссылку на который мы оставили в описании Активируйте и пользуйтесь, пока тему еще не починили Также в этом канале есть промокоды на бесплатные поездки, бесплатную Додо Пиццу, которую я уже сам получил И подписка на почти все сервисы бесплатна Также там выкладывают самые лучшие скидки во всех магазинах Например, 80 или 90% предложения Поэтому срочно переходите в телеграм-канал По Блату и пользуйтесь Ссылка будет в описании Ну а мы начинаем Поехали! Комментарии к новому клипу Мирона почти единогласно заявляют Перед нами новый Егор Летов И видимо на наших глазах разблокировалась новая личность Яновича Личность настоящего поп-панк-певца Вот что мы слышим в новом треке Начнем издалека и поговорим про тех, кто написал музыку для этой новой работы Окси За инструментал в этом треке отвечает группа PPR Что означает «Пионерлагерь Пыльная Радуга» Это тверская рок-группа, образованная в 2010 году Участники группы ранее играли в проекте под названием «Пустое множество» После распада которого некоторое время играли в разных проектах Звучание группы достаточно самобытное, представляет собой смесь гранжа и панк-рока Изначально в группу входили Алексей Румянцев – вокал Алексей Могилевский – бас-гитара Максим Нахаев – ударные и Антон Антонов – гитара Из-за разных взглядов на дальнейшее будущее группы, отыграв несколько концертов, группу покидают Максим Нахаев и Антон Антонов На их место приходят Сергей Захаров – ударные и Вячеслав Былинкин – гитара С 16-го года группа входит в объединение «Культ издат», возглавляемое Оксимироном Группу зачастую сравнивают с западными аналогами, главным из которых является Нирвана 31 декабря 17-го года группа представила клип «Безумное, злобное, вечное» В котором снялось множество людей из разных городов, в том числе рэперы Оксимирон и Охра В общем, уже здесь мы понимаем, что это будет новый для Мирона жанр Раньше мы не видели Окси, исполняющим рок или поп-панк Конечно, у него уже были интересные фиты, например, с рок-группой B2 Но там он именно читал рэп под гитарный запил Сейчас же он самостоятельно решил петь И нужно признать, что у Яновича это неплохо получается Особенно, если учесть тот факт, о котором знают преданные фанаты Мы говорим про то, что Оксимирон сделал своей фишкой именно пение в припевах в стиле советского рока Такое мы слышали еще на его первом альбоме В общем-то, теперь перед нами поп-панк А это уже намек на много разных интересных вещей Как вы знаете, Дима Шок уже давно не выступает под своим старым псевдонимом Сегодня его проект — это Дима Бамбер И под этим творческим именем он исполняет как раз-таки поп-панк Вполне может быть, что после того, как Мирон раскрыл все карты в треке «Кто убил Марка» Их конфликт с Шоком сойдет на нет И они, наконец-таки, сделают что-то совместное Возможно, в поп-панк формате, который интересен обоим Есть и еще один примечательный факт Этой ночью свой диск на Жигана выпустил Шок И сделал он это под старым псевдонимом Интересно выходит Мирон перебирается в поп-панк А Шок возвращается в рэп Не видите ли вы в этом какой-то продуманный план? Напишите об этом в комментах Будет интересно узнать ваше мнение А мы пойдем далее К самому клипу и треку И тут мы хотели начать вот с этих слов Тут мы слышим слова Мирона Которые описывают среднестатистическую жизнь человека среднего класса Который действует как бы по заданной схеме Дабы ничем не отличаться от всех окружающих Оксимирон как бы постулирует Что у любого живого существа есть страх быть не похожим на других И для демонстрации этого своего тезиса в клипе Мы видим инопланетянина или ящера Который со страхом посматривает на окружающих Со страхом, потому что он совсем не похож на них По этой же причине для визуализации Был взят именно такой персонаж Ведь он максимально отличается от всех вокруг Внешне и даже внутренне Но даже у такого инородного существа Есть непреодолимая потребность в том Чтобы быть похожим на других И прожить достойную в кавычках жизнь А это значит ходить на работу Купить Вольво и Пальму В этих кадрах мы видим Что главный герой начинает производить насилие над собой Он берет топор И начинает с болью для себя рубить свои конечности И все это ради одной цели Стать таким же, как и все вокруг В тексте в этом моменте Окси использует рубленые Как будто тем самым топором фразы Твердо, по теме, сжато, по факту Дальше и вовсе мы услышим гимн обывательской жизни Мы слышим, что лирический герой Окси встал на среднестатистический путь Где все делается по знакомству И это очень противно и неприемлемо для автора строк Серость жизни и желание быть похожим на остальных Это главный антагонист этой композиции И для противопоставления двум этим понятиям В песне есть припев В кадре герой, которому при помощи топора Все же удалось сделать из себя среднестатистического обывателя Он уже обживается в толпе Он вроде бы достиг своей цели Но тут в его жизнь врывается цунами И он снова теряет свой искусственный облик А наружу выходит инопланетянин Вообще, это частая тема треков Оксимирона И это интересно рифмуется с его жизнью Например, резкие смены настроения Это симптом биполярного расстройства По которым страдает рэпи Перед нами герой, который после цунами Вновь становится собой И оказывается перед людьми без маски нормальности То есть он оказывается самим собой Естественно, это вызывает смех и осуждение со стороны толпы И герой начинает замыкаться в себе При этом совершая новое насилие над собой Мирон вновь читает про то, что вычеркнул Из своей жизни токсичных людей Если вы помните в треке «Кто убил Марка» Мирон читал такие строчки «Токсичная дружба, мне валить нужно» Это относилось к шоку И видимо тут снова есть отсылка на него Опять же, много упоминаний шока К чему бы это? Так или иначе, в клипе мы видим, что герой вновь проделывает работу над собой Но сейчас, чтобы стать таким же, как все Инопланетянин уже куда сильнее калечит себя Например, отрезает уши, отпиливает клыки и даже красит кожу Тут нам интересен именно текст трека Где мы слышим, что герой идет по другому пути Меняет обывательские привычки на другие Но точно такие же обывательские Но важно обратить внимание на слова про герметичный панцирь Это словосочетание отсылает нас к старому треку Мирона «Хитиновый покров» Который тоже посвящен страшной в своей однообразности обывательской жизни К слову, Оксимирон не раз говорил, что «Хитиновый покров» — это его самый лучший трек Люди пожинают печали, причал сжигают начали, вы пожимают плечами Тут ценится гораздо больше все, что целостно и целесообразно Эти слова из трека «Хитиновый покров» отлично подходят к герою с клипа на трек «Цунами» Он просто-напросто не вписывается в эту систему Тут мы видим, что превращение героя в обывателя прошло успешно Он женился, купил квартиру и завел ребенка Вроде бы быт налажен, но от себя настоящего не скроешься И вдруг приходит новая цунами Да, герой не может долго находиться в костюме человека А поэтому вечно вынужден испытывать новые приступы, которые можно сравнить с цунами Это и есть посыл всей работы Себя настоящего ты не спрячешь А значит вечно будешь вынужден делать вещи, которые с общественной точки зрения неправильны А значит порицаемы Что ж, это настоящая панковская философия И Мирон отлично понял этот жанр Клип заканчивается кадрами, где мы видим руки Оксимирона, которые замешивают все эти краски Из которых сделан импровизированный видеоряд Неплохой намек на то, что Мирон творец всего этого мира Интересно, что же мы услышим в других треках с альбома? Неочевидный факт Но среди треков новой школы уже есть один, который по смыслу и сеттингу очень похож на то, что сделал Мирон Мы говорим про трек Гонфлада Хьюман Сьюет Где по сюжету инопланетяне надевают человеческий костюм Уж не знаем, слышал ли Оксимирон этот трек Но интересно, что исполнители именно в такой схожей форме выразили свои мысли А как вам новый трек Мирона? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока!